Ребята, всем привет! Ну вот и случилось чудо! Я наконец-то сдал драйв-тест, получается, со второго раза. Сейчас хочу немножко сказать о том, на что обратить внимание, когда вы уже будете кататься с тем, кто принимает сам экзамен. Скажу сразу, что у меня все прошло очень просто. Мне, кстати, попался тот же мужик, который у меня принимал первый раз. Он меня вспомнил, он спросил, это ты, кто слишком медленно ехал? Я говорю, да. И он еще спросил, если хочешь, то можно поменять экзаменуемого или экзаменующего. В общем, вы поняли. В общем, может другой человек у меня принимать тест. Я сказал, что в этом нет необходимости. Он прыгнул в тачку, мы поехали. По документам я рассказывал в первом видео, вы можете посмотреть. Это было там 2-3 видео назад. Все стандартно. Мы катались примерно минут 7. И он попросил только один раз припарковаться. Он именно сказал паркинг, не пулловер. Я у него даже переспросил. Получается, он попросил припарковаться и сдать задом метров 5 медленно. Тут самое главное помнить, что надо смотреть по зеркалам. И самое главное, закидывать руку за сидение переднем пассажира и смотреть назад. Именно полностью поворачиваться назад и смотреть. Скажу сразу, что так я ездил первый раз. И даже проехать 5 секунд это неудобно. Потому что я привык, что обычно, когда сдаешь назад, ты смотришь по зеркалам. А тут желательно большую часть времени это обернуться и смотреть назад. Именно повернуть лицо. Да и все, по сути. Остальное все было просто. Он просил меня повернуть налево-направо. Не было никаких разворотов, каких-то специальных заданий, заковырков, еще чего-то. В общем, все было очень просто, на удивление. Также в других видео я смотрел, что люди советуют, во-первых, например, если у вас есть знак стоп, то останавливаться, чтобы его видно было глазами. В принципе, в первый раз я так и делал. И я не сдал только из-за скорости. Второй раз я делал, в принципе, так же. Но момент в том, что я не уверен. Обращают ли на это внимание, не обращают. Потому что было странно, когда я останавливался, получается, где-то за метр-полтора до линии, до стопа. Потом ехал дальше, останавливался уже на самом стопе. Потому что ты, когда останавливаешься заранее до перекрестка, ты ничего не видишь. Кто там слева, справа едет. Так что тебе приходится останавливаться два раза. Как бы не знаю, правильно, неправильно. Но, в общем, по итогу он мне ничего об этом не сказал. Когда поворачиваете направо... Да, помним, что на красный свет, если знаков не запрещающих, и слева машины нет, то можно поворачивать. Также, когда я поворачивал направо, первый раз, когда я первый раз давал, я поворачивал направо. Но я видел, что линия правая занята машинами, и я поворачивал, получается, сразу в линию, которая более центральная, грубо говоря. Вроде как бы это считается ошибкой, но мне ничего об этом не сказали. Когда я сдавал второй раз, то я уже старался поворачивать в крайнюю правую полосу. Если там стоят машины, я сразу же смотрел по зеркалам и выруливал на левую полосу. Также я слышал, что если ты поворачиваешь налево, правда, я как бы такого еще не видел ни разу, может быть, я просто не помню. И если ты поворачиваешь налево, и есть линия, центральная линия, получается, которая с двух сторон огоражена желтыми такими линиями, оранжевыми, то нужно сначала в нее поворачивать, а потом ты уже, ну, смотришь по зеркалам, оглядываешься и уже поворачиваешь правее. Как бы, фиг его знает, честно сказать. Но, как бы, люди советуют так, поворачивать. Я этого тоже не коснулся. Сдавал я винетки. По скоростям там было 40, 25 и 15. Также мы поехали по трем этим зонам, где разная скорость. И, по сути, все. Что еще могу сказать? В принципе, ничего страшного. Все было просто. Никто вас заваливать не будет. Желательно, если вы не уверены в себе, то перед этим покататься по маршруту примерному у DMV. Чтобы понять примерно, там, какие где повороты, как ездят люди. Просто там, где я сдавал, там было реально просто. Немного машин, людей, вообще почти не было пешеходов. Так что, ну, было реально просто. После того, как я успешно сдал экзамен, инструктор мне сказал, чтобы я подошел к 30 окну. И там уже мне все подскажут. По сути, все. Он вам выдает этот листок большой, где написаны ваши ошибки. И сдали вы, не сдали. Дальше я подошел к 30 окну. Там все было, в принципе, быстро. Два человека. И мне сказали, что права примерно придут в течение двух недель. Еще забыл сказать. Второй раз, когда я сдавал драйв-тест, я платил уже 8 баксов. Не знаю, с чем это связано. Либо одна попытка бесплатная, остальные платные. Я об этом не спрашивал. Но, в общем, есть, что есть. Так что, можно оплатить и карты, и наличными. Так что, желательно, когда вы идете на драйв-тест повторно, то имейте в себе какие-то деньги. Ну что, ребят, на этом пока все. Всем удачи и увидимся.